День сегодня особенный, очень богатый день. И неделя после Рождества, неделя перед Крещением, сегодня день обрезания Господня Памятителя Василия Великого. Конечно, сегодня день нового лета, начала нового года. Вы знаете, что этот год пройдет под знаком семьи. И президент нашей страны объявил 2024 год годом семьи. И это не случайно, и для сегодняшнего дня очень важно. Семья. Каждый из нас появляется, рождается в семье. Семья – это первый мир, мироздание, которое встречает человека. Это мироздание, в котором он начинает узнавать окружающий мир. Наш Господь, Господь Бог, Иисус Христос, Он мог прийти по-разному на землю. Он мог прийти уже 30-летним человеком, мужем, и уже начать сразу всех учить, проповедовать. Он пожелал прийти родиться молодецом в семье, у матери, быть воспитываемым своим приемлемым отцом Иосифом. Сегодня обрезание Господня, именно семья принесла сына своего, сына Божия, принесла в храм Матерь Божия. Иосиф Христос, и с тем, что мы совершили этот закон и обряд. Семья, и стоит особо из того сказать, это семья. Семья, по слову одного уже Царства Небесного покойного, но очень достойного священника, она является образом Святой Троицы. Отец, Сын, Дух Святой. Семья тоже, она нераздельно состоит из отца, матери и детей, которые живут в Духе Любви. И, конечно, особое благословение, особая честь и возможность, когда семья живет в Духе Любви, еще и в почитании нашего Господа. Сегодня прекрасный образ семьи и милостей является святитель Василий Великий, у которого и бабушка, и мама, и брат, и сестра прославлены в лике святых, в святые. И какая, что за семья такая, которая могла воспитать стольких угодников Божьих, которые в Церкви засвидетельствовали, что они святые. У каждого из нас есть семья, и мы сегодня формируем жизнь, а может быть, вот и житие своей семьи. Кто знает, может быть, среди наших родителей, среди наших детей, внуков, мужей, жен, тоже могут быть люди, которых Господь прославит, и Сергей прославит, скажет, что они не святые. Но это зависит не от кого-то, не от гороскопа, не от ветра, не от номера года, это зависит от нас, от того, насколько мы с нами будем расположены жить в святых. Очень многое зависит жизни семьи от отца. Отец как капитан на корабле. Капитан он управляет и говорит, идем туда, или идем сюда, или никуда не идем. Капитан корабля управляет, сколько корабль не попал в беду, но он достиг своей приставки, своей гавани, и выпадает свою весть. Отец в семье несет такую же задачу, поднимает паруса, ведет, обеспечивает семью, и показывает пример, добрый пример для своих детей. Как говорит пророк Давид, с преподобным, преподобен будешь, с избранным, избран будешь. Если отец семейства преподобен, избран, добр, то и вся семья становится каковы. Если же другие преобладают силой ветра и страсти, то и семья совершенно не та не получается. То, что мы сегодня украли в церкви, это благодаря семье. Потому что, во-первых, потому что вера от Адама до сегодняшнего дня передавалась не как-нибудь, а через семьи. Маленький ребенок неразумно рождается в семье, и ему родители рассказывали еще тогда, дети Адама, Сима, они принимали от своих родителей повествование о Боге, о заповедях, о том, как надо жить, как жить не надо. Они видели, дети видели пример своих родителей, впитывали и передавали это своим детям. И то, что сегодня у нас есть, какие-то наши современные святые, есть, да, 20-й век переполнен именами долобочников в российском. Благодаря тому, что из поколения в поколение, как такой свечи передавалась, благочестия семьи. Сегодня в храме очень приятно находиться, потому что много людей, жен, мужей, детей. Я не сомневаюсь, что каждый старается как-то по мере сил передать вот это добро, это то, что сами приняли, или нашли в своей жизни доброго, передать своим детям. Я хочу пожелать в этот день, вдохновляясь тем, что год наступающий, год семьи, вдохновляясь примером святителя Василия Великого, и благочестием, и верою, и традициями святой семьи, и святого семейства, Божией Матери, Иосифа, Спасителя. Вдохновляясь этим в своей семье, постараться обратить внимание своим силам, вести добро, благо, детям, внукам, близким, в домах у нас находиться. Не забывать ни в коем случае тех, кто нам дал жизнь, кто нас воспитал, и мир к нам ушел. Для этого в церкви есть возможность вспоминать, молиться о благословании своих родителей. И они требуют этого нашего участия. Они нас питали, теперь питали интересы, теперь требуют от нас питания духовного, чтобы мы приняли благо, нам, если мы так делали. Я всем вам хочу пожелать, чтобы увидеть на этой земле настоящей, правильной, в себе и в жизни. Церковь, приход, это тоже семья, в которой тоже есть традиции, которая тоже требует отеческие заботы, и приносит, как и обычная семья, приносит счастье в жизни, так и приносит. У нас тыль приносит большую радость, большое счастье. Я хочу пожелать в этот день благословения каждой семье, вашему приходу, каждому из вас. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!